А таком наверняка мечтают многие ученые, своими руками провести эксперимент, который полностью подтверждает их теоретические догадки. На обычном журнальном столике сейчас идет процесс получения углеродных структур в промышленных масштабах методом холодной деструкции углеродных соединений. Эта технология приоткрывает дверь в неизученные наукой миры. Запустить подобный процесс пока способен только один человек в мире, его изобретатель Виктор Петрик. Наше маленькое чудо – достижение российской науки. Свой очередной эксперимент он проводит в присутствии пяти академиков и одного члена-корреспондента Российской Академии Наук. Ее делегация во главе с вице-президентом РАН Академиком Алдошиным приехала к ученому из Санкт-Петербурга, чтобы на месте оценить результаты его исследований и принять личное участие в экспериментах. С виду явление простое, но здесь без науки. Вот все, смотрите, все. Это он начинает уже работать только вот на автокаталитическом процессе. Вот он, смотрите. Почему я его холодным называю? Ну вы наклонитесь, да-да. Гениальная разработка, безусловно. Она очень насыщенная, она содержательная, она непростая. Там очень много современных, сложных, научных моментов в этой разработке. И она наукоемкая. Виктор Петрик в одиночку сделал то, что до сих пор не удается заслуженным научным коллективам и целым институтам. Это стало победой, как ни странно, многолетней трагедией уникального человека. Ему не верили, его открытия подвергались сомнению. Отношение поначалу было такое, что нам сейчас продемонстрируют некоторые общеизвестные вещи, за которыми никакого будущего нет. То, что сегодня мы все поучаствовали в этом эксперименте, это нас убедило в том, что за теми явлениями, которые сегодня были продемонстрированы и с нашим участием, стоит, конечно, очень серьезная наука. Но самое главное, за ними стоит возможность их практического применения. И связано это с новыми материалами. Проходит первое десятилетие 21 века, а в нашей стране все продолжают только говорить о наномире, демонстрируя на различных выставках сомнительные новинки. В лабораториях Петрик около 10 научных открытий, и все они являются настоящими нанотехнологиями, повторить которые не может ни один российский научный центр. Пожалуйста, встаньте на мое место, попробуйте вот так вот, что он холодный. Опа, теперь загляните внутрь. Вот я хотел, чтобы вы увидели, сейчас особая часть пойдет вот эта, когда большое количество. Ну правильно, как теплоизолятор работает. Вот он, вот он, холодный способ получения графенов. Я считаю, что такие разработки в нашей стране должны не просто приветствоваться, они должны моментально реализовываться. Это, в мой взгляд, профессионалы. Петрик впервые разработал так называемую вторсилановую газофазную промышленную технологию выращивания монокристаллического кремния из-за отвалов, образующихся при производстве удобрений. Источник такого сырья практически не исчерпаем. Прошел испытание в дубне, это из газовой фазы, вот здесь вот растет. Это коллиматор, ионизатор, пучок направленный, затравка проращивается. А вот технологическая система извлечения металлов платиновой группы из отходов металлургических производств. Тоже первая в мире. Перспективы здесь огромные, на мой взгляд. Ну, как химику, который занимается молекулярными нанотехнологиями, мне очень-очень понравилась блестящая и реализованная идея. Это разделение платиновых металлов с помощью трифторфосфина. Идея прекрасная, причем она работает очень хорошо. Вырабатывает Петрик и нанометаллы, причем в килограммовых количествах, успешно применяя их в конкретных изделиях. Те эксперименты, в которых мы сегодня участвовали, они очень хорошо воспроизводятся. Они простые. В них нет того ноу-хау, за которым может стоять некая виртуозность, которая подменяет реальные явления видимыми явлениями. И мне кажется, что вот нужно, конечно, такие работы поддержать. Уже внедрены разработки Петрика в области люминесценции. Он разработал новый класс антистоксовых люминофоров на основе редкоземельных элементов. Кроме защиты денег и ценных бумаг, академия увидит будущее этого изобретения в медицине. Я создал программу, которая называется «Способ защиты лекарственных препаратов», при котором защиту осуществляет производитель, а идентификацию непосредственно потребитель. Мы именуем инспектирующие органы как неэффективные. Никто никогда не может применить какие-нибудь марки, потому что у кого марка, тот и хозяин положения. Вопрос защиты лекарственных препаратов – это вопрос национальной безопасности. Отдельная гордость академика – победа над МТБЭ. Эта добавка в бензин, повышающая октановое число, была очень популярна в Америке. Она попала в воду, загрязнила ее, и в итоге пришлось выселять целые города. В Америке очистить воду от МТБЭ пытались сотни ученых. Петрик придумал оригинальный выход за четыре месяца. Мне предлагают заняться проблемой МТБЭ, американские ученые. Я стал заниматься вот почему. Потому что я всегда сразу смотрю, вот эту часть они все сделали, туда ходить незачем. Я там никак не могу сделать лучше, ну принципиально не могу сделать лучше. Я должен посмотреть туда, куда они не заглядывали вовсе. И так несколько изобретений мы сегодня увидим, построенных именно на этом принципе, на принципе инверсии. Конечно, он прежде всего талантливый изобретатель. И, конечно, за всеми этими явлениями стоит хорошая фундаментальная наука. Может быть, уже известная, но не понятая, как она работает здесь. И, конечно, мне кажется, что и практическая сторона, и фундаментальная сторона здесь явно идут рядом друг с другом. Но углеродная смесь высокой реакционной способности – его главное детища. Она обладает удивительными заживляющими и сорбирующими свойствами. Но академик пошел дальше. На основе углеродных материалов, состоящих из графенов, он научился делать практически вечный источник электрической энергии. Эти две пластины, созданные Петриком, способны вырабатывать электричество из тепла окружающей атмосферы. Мы исходим из того, сейчас заранее, что это будет плюс, это будет минус. Итак, мы имеем две углеродные пластины, спрессованные практически из чистых графенов. И сейчас мы должны получить из этого рабочую электрическую батарею. Следующий фрагмент технологии изготовления электрической батареи в связи с процессом регистрации и открытия временно засекречен. Вопреки любому здравому смыслу, я считаю, что я получил электрическую батарею. Как это проверить? Согласно моему гипотетическому утверждению, эта пластина должна быть плюсом, это минусом. Соответственно, я закрепляю минус. И, внимание, смотрим на прибор, мне его не видно. Смотрим, что произойдет. Действительно, товарищи, мы участвовали в этом эксперименте, начиная с того, что мы сделали этот новый материал. И вот мы теперь сложили две пластины. Таким образом, мы получили элемент, действительно, и продемонстрировали, что идет электрический ток, и есть напряжение на этих пластинах. Вот сейчас это напряжение, да? Вот показывается, что действительно есть напряжение. В общем, явление совершенно необычное. Значит, способ получения тоже необычный. Я думаю, что здесь много науки, фундаментальной науки. Нужно будет, конечно, подключиться к этим явлениям, посмотреть, изучить эти неопознанные явления. Но на самом деле, действительно, воспроизводимые факты. Фактически, есть тепловая батарея. За 15 минут, в принципе, сделана рабочая батарея, которая дает и ток, и напряжение. Это зависит от того, что нам хотелось бы получить. И, конечно, поражает, ну, глубина замысла. Значит, и то, что это преобразователь тепловой энергии в электрическую, это революционно, ну, со всех сторон. Понятно, что требуется еще известная работа, и большая, и, может быть, вложения достаточно большие. Но отдача, может быть, и преобразование всего нашего окружающего мира очень значимая. Я считаю, что Петрик Виктор Иванович сделал гениальное открытие. Включите вольты сейчас, вот рядышком. Включите вольты, чтобы нам аккуратно, он не закреплен прибор. На всякий случай я показываю, что он точно так же будет меньше немножко. Тоже зашкалил? Превосходно. Я делаю короткое замыкание. Смотрите, графит, графит. Я сделал короткое замыкание. Я удерживаю. Попробуйте, будет ли ток. Нет, ток не знаю. Нет, я убираю. Да, есть, да. Вы видите, то есть, только что мы каратулили. Да, да. Так, господа, это может пролежать три часа, сутки, находясь в состоянии короткого замыкания. И она снова работает. То есть, не разряжается. Угу. А теперь, теперь... Ну, она разрядилась немножко, все-таки. Разрядилась. Понятно, что разрядилась. Конечно, было короткое, да. Это же и врата. То физик-то работает. Здесь вот все по Эйнштейну, то есть сказать, вот в итоге, когда это все насыщенно, когда это так умно, выглядит достаточно просто, но не проще, чем допустимо. На самом деле, там очень много сложных интеллектуальных вещей. Это если бы вы захотели наклониться и медленно выдохнуть, стрелкой отклониться. Нет, возьмите свои руки. Нет, очень близко надо и направить много воздуха, чтобы согреть. Отклоняется. Есть, есть. И так. И так. Нет, дыхание академика. Производит энергию. Это должен видеть весь мир. А теперь демонстрируем это наглядно. Я подаю на эту батарею поток тепла. Господа, есть формула Овениуса, есть все, что мы можем легко рассчитать, и это явление не подчиняется абсолютно ничему. Я включаю тепло. Простите. Сейчас он зашкалит. За несколько секунд, имейте в виду, это толстая пластина, мы ничего не могли нагреть. Она не могла прогреться. В этом мы можем видеть смысл, физический смысл происходящего в динамике этого происходящего. Ну что ж, впечатляет, по-моему, все, действительно, воспроизводимое. Да, я так понимаю. Дальний ЭК-спектр. Дальний ЭК-спектр. То есть это низкотемпературная эмиссия. Это открытие. И открытие, я считаю, очень серьезное. И суть его заключается в том, что нам хорошо известно, аномальная подвижность электронов в графенах. Это раз. Соответственно, когда мы сжали их и набрали, над поверхностью этой конденсированной среды находится электронное поле, плазмоны так называемые. И почему такое мгновенное реагирование? Потому что мы не объект материальный нагрели, мы возбудили вот это плазмонное поле на поверхности. Соответственно, низкая, очень низкая работа выхода, аномально низкая работа выхода, позволяет мгновенно электронам перейти в другую среду, которая является вот здесь. Соответственно, здесь она объединилась по электронам, мы получили плюс, здесь получили минус. Вот это наша разность потенциалов и наш ток. И я считаю, в результате безумного количества экспериментов, которые я провел, я считаю, что то, что я рассказываю, это и есть суть этого явления. Тут, конечно, все дело, как я представляю себе в материалах, потому что графен в таком виде пока еще никто в мире не получал. И на наших глазах были, собственно, произведены эти пластины разной плотности, и, так сказать, создана эта самая батарея, которая, ну, пока не видно ограничений, так сказать, во времени, когда бы она прекращала работать. На мой взгляд, она почти вечно. Я бы сегодня сказал бы вслух, что человечество вступает в новую энергетическую эру, потому что нам достаточно, по моей расчеты показали, 10 таких пластин на расстоянии друг от друга одного сантиметра, чтобы сохранить конвекцию естественную, 10 пластин метр на метр. Это вот такая батарея будет, смотрите. И она дает 1 киловатт. И мы легко можем видеть нашим внутренним взором на территории, в пустыне, в Кувейте, большой черный куб, и мы вечно продаем Кувейту немножко, на нашу электрическую энергию, которая ничего не стоит на входе, потому что это, то, что вы видели, это сверхдешевое все. Мы можем произвести это для всей Земли. Но все-таки она уже должна разряжаться. Она разряжается, это правда, но она тут же снова заряжается от того количества тепла, который нас окружает. Ну я его как-то уже сравнивал с Эдисоном. Значит, Эдисон не был таким глубоким ученым, может быть, но он гениальный изобретатель. Можно долго перечислять, что он подарил человечеству. У Виктора Ивановича такой же талант, причем в разных областях. Насколько быстро это войдет в практику, жаль, что может пойти нашим российским вариантом, и это может быть долго. А реализовано, в моем понимании, может быть эта разработка бесконечным числом самых фантастических вариантов. Получив официальную поддержку научного сообщества, академик Петрик уже думает о покорении новых научных вершин. Смотрите, я провожу рукой. Вы видите? Тень падает, тень падает. Вот его реакция. Если вы ступите шаг вперед, вот он должен от вашей тени реагировать. На большую тень, он просит. Ее почти не видно визуально, а прибор реагирует. Его чувствительность, вы видите, это прибор, производящий энергию от средней части видимого дипозона. Ну, естественно, что мы можем показать, а реагирует ли это на тепло? Да, конечно же, что нет. Показываем, да. Видите, но самое интересное, я сзади показываю, смотрите. Видите, вот. Стекло-то еще идет? Из стекла? Из стекла. Его устройство? Да. Рассказываю. На самой поверхности одного стекла, полностью рассказываю устройство, осажен моим газофазным методом, титан. Дальше. Вот тот цвет, что вы видите, это рутений. Я показывал в бутылке растворенной, я много раз смазываю, и, значит, вот он прибытает такой цвет. Внутри йодинол, мне нужен йод, как окислитель, и с этой стороны платина, нанесенная нашим способом. При этом рассчитано, что на один квадратный километр этой батареи мне понадобится меньше грамма платины. Вы понимаете? Титан, вы сами понимаете, ничего не стоит. Рутения понадобится один грамм. И я не вижу оснований думать, что здесь может выходить из строя, разлагаться и так далее. Это не мое открытие. Во-первых, это открытие природы, потому что здесь те же окислительные процессы, которые происходят в растениях. Главная цель российского ученого, чтобы его технологии все-таки начали работать на пользу людям и родной державе. Ведь пока все говорят о нанотехнологиях, академик Петрик живет и творит в наномире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова